Вот вы спортсмен. Первое, спортсмен UFC. И это важный момент. Здесь, кстати говоря, есть Останкинская башня, на которую нужно залезть. Мой рекорд, насколько я помню, был 11 минут. За 11 минут я залез на Останкинскую башню. Откуда все эти знания? Откуда вы? С космоса. Скажет, все, я больше не могу и не нажмет кнопку стоп. Вот этих чудесных вроде бы витаминов, или такое количество сахара. Франсис Ногану. 129 тысяч. Что возьмешь ты, Нео? Обязательно посмотрите все видео от начала до конца. И занимайтесь ММА правильно. Добрый день. Сегодня у нас предоставилась такая возможность. Сегодня все двери в UFC PI для нас открыты. Это UFC Performance Institute. И сегодня нам проведут огромную масштабную экскурсию. Это Фомин Роман. Он здесь занимает должность спортивного, директор по спортивной науке UFC. Вот. Роман, добрый день. Добрый день, Алексей. И начнем с чего мы начнем сегодня? Что вы нам покажете? Потому что помещение, ребят, на самом деле, просто, ну, очень огромное. Я не знаю, какая площадь. Я думаю, вы нам сейчас хотя бы приблизительно что-то расскажете, покажете, и мы все увидим. Ребят, двигаемся дальше. Мы начнем с зала, ребят. Пошли теперь в зал. А у вас какая-то вода дороже. У меня, да, она, 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 продвинете ее. Это просто брендированная водичка, а это уже. Да, это уже спонсор. Хорошо. Так, все забрали мы. Мы с вами в UFC Performance Institute, сейчас находимся, ну, если перевести, то это будет институт подготовки спортсменов UFC, где мы готовим чемпионов, ни много ни мало. И, может быть, пару кейсов я вам и расскажу, и покажу, как они проходили здесь подготовку и получили чемпионские пояса сегодня. Главное не забыть об этом, да? Итак, первый этаж. Ну, есть, у нас два этажа, да? И вот, на самом деле, 30 тысяч квадратных фитов. Фитов. Фитов, да, да, да. Метры переведем. Да, вам надо будет в метрах перевести. Значит, мы открылись в мае 2017 года, то есть нам, по сути, чуть меньше двух лет. И за это время у нас было больше половины уже, на самом деле, спортсменов UFC. Больше половины. Которые приезжали сюда и тренировались. Да, да, да. Которые, ну, либо тестировались, либо получали сервисы от нас, либо проходили подготовку здесь. То есть есть спортсмены, которые живут в Лас-Вегасе. Это, да, ну, наши местные спортсмены. Они здесь тренируются, они здесь питаются, мы для них здесь готовим индивидуальные, не только программы подготовки, не только программы физической подготовки, но также индивидуальные программы по питанию. Мы проводим здесь диагностику, тестирование. И на самом деле мы абсолютно уникальны тем, что мы не просто даем какой-то там тренировочный план, вот на тебе тренируйся, да? Да. Я положу пока. Мы сначала оцениваем большое количество показателей, да? Собственно. Да, и проводим, ну, используя весь спектр оборудования. У нас более 50 различных технологий здесь, различных технологий, включая облачные технологии и портативные технологии, стационарные лабораторные технологии. То есть мы проводим сначала диагностику и начинаем понимать, какие слабые стороны, какие сильные стороны, что нужно улучшить, что лучше не трогать и так далее. И только после этого мы начинаем создавать тренировочную программу. Но и в любом случае эта тренировочная программа, она не является статической. То есть она не так, что вот тебе программа на год, иди работай, там тренируйся. Нет. То есть в зависимости от индивидуальных реакций на нагрузки данного спортсмена, данного человека, мы ее адаптируем, делаем более динамичной, да? И более индивидуальной. То есть оптимизируем, адаптируем, и уже в соответствии с вашей реакцией, да, мы даем ровно ту дозу нагрузки, которая принесет пользу. И опять после этого мы тестируем, измеряем, смотрим прогресс. То есть мы ведем спортсмена, не просто используя там старую добрую школу, чем больше, тем лучше, да? Мы его ведем в соответствии с современным уровнем понимания науки, с современным уровнем знания, которым мы сейчас обладаем. И таким образом, избегая вот этого принципа, чем больше, тем лучше, мы очень индивидуально, адекватно тренируем спортсмена. Здесь, на первом этаже, что у нас происходит? Я плавно перейду, да? Да, да, то есть в зале. То есть, ну, давайте начнем сначала. Вот вы спортсмен. Да, я спортсмен. Спортсмен, первое, спортсмен UFC. Окей. И это важный момент. То есть мы предоставляем спортсменам UFC сервисы абсолютно бесплатно. То есть полностью весь спектр от А до Я. То есть они получают не только возможность прийти сюда и использовать наше оборудование. Нет, они получают возможность заниматься с нашими экспертами, которые являются ни много ни мало экспертами международного уровня и лучшими в своем деле. Первое. То есть они получают всю эту экспертизу. Второе. Помимо просто подготовки, они получают консультации от наших других специалистов, физиотерапия, питание, физподготовку я уже упомянул, спортсайн, спортивную науку. То есть мы используем мультидисциплинарный подход, когда не просто я тренер, я работаю с вами. Нет. То есть другие специалисты привлечены. И эти специалисты на основании данных, на основании измерений очень точно с вами работают. Вот не просто. То есть мы не гадаем. Вот это вот. Не опыты. Нет. То есть минимизируем количество случайностей. Я думаю, вы минимизируете даже, возможно, какую-то лишнюю работу, которая не принесет пользу спортсмену. Ну, если спортсмен, я использую, например, часто. Перенагрузку какая-то будет. Я должен тренироваться пять раз в день. Вот пять тренировок, там, шесть-семь часов. Вопрос, нужно ли это? То есть не принесет ли оно больше вреда, чем пользы? И многие говорят, нет, давай, ты должен, я должен, я чувствую себя усталым, но тем не менее я иду в зал, работаю, работаю, работаю. У меня сразу возникает вопрос. Ребята, ну, вот вы так делаете, а сколько ваш организм платит за это? И есть ли у вас такое количество биологических денег? Ну, банк, вот есть у вас кэш, да? Представим, биологический банк. И вот вы платите за одну тренировку, за вторую тренировку, за образ жизни, за, там, не знаю, какую-то социальную активность. И ваш вот этот вот счет, он понемногу сокращается, сокращается. В итоге деньги заканчиваются биологически, а вы продолжаете тренироваться, делать что-то. Организму нечем платить. Начинается переход в фазу истощения. То есть организм истощается, появляются симптомы перетренированности, уже качество тренировок совершенно другое. То есть спортсмен не может выполнять тренировку на высоком качестве, да? И отсюда травматизм, отсюда заболевания всевозможные, отсюда нежелание тренироваться. И в итоге, в конечном итоге, понятно, вред здоровый, но еще и уровень подготовленности начинает снижаться. То есть, да, 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 да. Мы ни в коем случае здесь этого, не то что стараемся избежать, мы этого избегаем, постоянно мониторя спортсмена, используя мониторинг его готовности к нагрузке. Индивидуально, я покажу обязательно, как это работает, вживую. То есть мы смотрим, ага, организм готов, ну хорошо, сегодня мы тренируемся по полной, да? О, организм не готов сегодня к максимальным нагрузкам, ну давайте дадим тогда среднюю нагрузку. То есть мы получаем не всегда информацию, каждый день от спортсмена, о состоянии его готовности сегодня к конкретной тренировке. То есть у вас получается, вы проверяете спортсмена каждый день, грубо говоря, и взимаете разную информацию. Именно. То есть мы даем технологию ему в руки, спортсмен даже на самом деле, ему не нужно приходить сюда и измеряться каждый день. Он делает это дома. То есть мы используем технологию, и я раньше работал в этой компании, то есть я являюсь одним из ее создателей этой технологии. Вы просто дома утром встали, почистили зубы, проснулись, легли, кнопочку нажали на своем телефоне, и мы, я вижу, да? Хорошо, ну сегодня, Алексей, у вас сердечная система полностью готова, нервная система немножко еще недовосстановилась. Хорошо, ну давайте сделаем тогда максимальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, условное кардио какое-нибудь, да? А давайте меньше будем нагружать и меньше работы делать на формирование различных навыков и так далее и тому подобное. То есть очень избирательно. Мы разработали такой вот подход и назвали его окно тренируемости. Окно открыто, тренируемся. Окно закрыто, ну давайте, может быть, восстановление поделаем. Или там какой-то активный отдых, там, не знаю, хайкинг, там, плавание на велосипеде, прокатимся. Ну что-то, что не будет дополнительно нагружать ваш организм и повышать вот эту стоимость адаптации, о которой я говорил, да? И таким образом мы ведем спортсмена, чтобы у него каждый день окна открывались. Окно открылось, работаем. Окно закрыто. Ну давайте вот поменяем. Это подход. То есть я бы сконцентрировался так. То есть здесь мы используем мультидисциплинарный подход, где вот много разных компонентов работают вместе. Вот видите здесь прозрачное стекло, да? То есть здесь не стена. Это два отдельных, два разных департамента, да? Отдел физической подготовки и физиотерапия. Но стекла нет. То есть эти два отдела, вот даже на таком, на физическом уровне, они видят, что происходит, да? То есть физиотерапевты видят, что происходит в зале, да? Тренеры наши видят, что происходит здесь. Происходит непрерывный обмен информацией и обмен знаниями. В том числе спортсайенс. То есть вот все оборудование, которое вы здесь сегодня увидите, ну практически все, думаю, больше 90%, оно подключено к базам данных, да? То есть мы собираем информацию о том, что делает спортсмен, о его индивидуальных реакциях. Мы собираем эту информацию, и вот мой отдел, да, спортсайенс. Моя задача донести эту информацию максимально быстро специалистам, чтобы их решения были более оптимальны. То есть оптимизировать принятие решений по поводу нагрузки. Прибавить, убавить или оставить на таком же уровне. Что у нас здесь? Ну вот здесь вот все, что справа вы видите, это наша территория. Strength and Conditioning, ну мы это называем физическая подготовка спортсменов. Где? Вы увидите здесь, есть два отделения. Первое, ну так называемое, не знаю, нравится вам термин или не нравится, так называемое кардио, кардиозона, да, хотя этот термин такой, он весьма условный. Значит, здесь у нас наши чудесные, прекрасные дорожки, которые мы используем в компании Woodway, не в качестве рекламы, но тем не менее Woodway. И Wattbike мы используем велоэргометры. Это не просто тренажеры, это эргометры. Мы измеряем постоянно мощность работы, которую производит спортсмен, и смотрим стоимость за эту мощность. Вот он делает какую-то работу, а сколько он платит за эту работу? Ну и сводим все к эффективности. Плати меньше, производи больше. Производи больше. Плати мало, производи много. Ну или плати мало, покупай много. То есть наша задача сформировать такие адаптации в организме спортсмена здесь, которые позволят ему очень эффективно реализовывать свою тактику, стратегию уже в октагоне. То есть вот эта вся зона, ну назовем ее не специфическая, потому что она непосредственно не связана с формированием каких-то техник, тактик и прочее. То есть здесь наша задача создать адаптации в мышцах, в нервной системе, в сердечной системе, которые позволят спортсмену совершенно спокойно, эффективно, с точки зрения энергозатрат, реализовывать в октагоне. Ну и здесь я не могу пройти мимо просто так. Вот видите, да, это два прибора. Давайте, мы их называем VersiClimber. Почему они мне нравятся? Почему? Ну, причина достаточно простая, лежит на поверхности. То есть нагрузку, которую выполняют спортсмены здесь, нагрузка, которую они выполняют здесь, она более специфична для них по сравнению с нагрузкой, которую выполняют на трендмиле или на велосипеде. Ну, в конце концов, они же не бегают в октагоне. Так, это я сюда ставлю ногу, это сюда ставлю. Как мы это регулируем? Мы закрепили ремни. Ну, вот здесь, давайте ремни сначала мы закрепим. Да, ремни закрепили. Хорошо. Нагрузка регулируется сопротивление, да, сопротивление регулируется ручкой здесь, да, то есть вращением простым вправо-влево, ну и попробуйте. Да. Здесь, кстати говоря, есть Останкинская башня, на которую... Нужно залезть. Да, нужно залезть. Вот мой рекорд, по-моему, насколько я помню, был 11 минут. За 11 минут я залез на Останкинскую башню. Блин, это так интересно. То есть это делается на скорость? Это делается... Ну, на технику и на скорость, соответственно. Ну, как таковую технику мы здесь не развиваем. Здесь наша задача задействовать те мышцы, те мышцы, да, которые спортсмены используют, в том числе и в октагоне, да, те мышцы, мышечные группы. Ну, потому что если я попрошу вас пробежать на Тридмиле, то в основном будет работать нижняя часть вашего тела, да? Ну, да, здесь все прорабатывает. То есть плечи, верхняя часть тела не будет вовлечена. Здесь работает и верхняя часть, и нижняя часть тела. Вау. Синергично, да, они работают. И, ну, если вы посмотрите на спортивную деятельность бойцов, то порой то, что они делают здесь, похоже, да? Я не говорю, что это вот прям совсем точно так, нет. Но мышцы вовлекаются, да, больше их количества. Плюс сердечная система тоже работает. Как бы мы их задействуем вместе, да? А не просто там по отдельности, как на Тридмиле или там на велосипеде, да, на болезарьем. Переходим постепенно в другую зону. И, как вы видите, здесь много штанг. Штанг. И, да, здесь происходит работа с весами. С весами. Но, помимо, в отличие от традиционных систем, здесь у нас стоят системы мониторинга. То есть, ну, если вы, например, выполняете упражнения здесь, то система включается и начинает вас, первое, записывать. Второе, рассчитывать скорость вашу. А, то есть, вот стоит вообще... Да, мощность, да. Да, там стоят видеокамеры. Видеокамеры. Да. И вот эта система начинает записывать все, что вы делаете. И можно смотреть, насколько с каждым повторением или с каждым подходом у вас снижается, например, скорость или мощность. И, так сказать, силовые показатели ваши. Там на экране что? На экране. На экране экран соединен с системой, которую, вот, вы видите, две... Ну, давайте их назовем тензоплатформы. Тензоплатформы разделенные, которые измеряют большое количество, ну, назовем так, биомеханических показателей, там, реакции опоры и так далее. И мы здесь проводим тестирование различных силовых показателей. Они все, вот, эти показатели автоматически записываются. Ну, вы к нам пришли первый раз, мы же должны понять, на каком уровне вы находитесь, да, с точки зрения развития, например, силовых качеств. Ну, да, то есть мы потихонечку всю везде информацию собираем. Именно. То есть мы проводим тестирование здесь, затем мы проводим тестирование, если вы развернетесь, увидите нашу лабораторию, которую мы называем инновационная лаборатория. Там мы тестируем энергетический метаболизм спортсмена. Каким образом спортсмен во время нагрузки использует энергию? Вот, нам тоже надо понять, эффективно, неэффективно. Тратит он больше в первой части или, например, в первом раунде. Там он бах, и за пять минут потратил там все свои энергетические ресурсы, и за одну минуту он недовосстановился, и во втором раунде в начале он выходит в состоянии уже утомления, да. Ну, сложно будет ему реализовывать свои навыки и различные компетенции, да, если он будет думать о том, как выжить, а не о том, как победить своего оппонента. Он будет задыхаться, да, и ноги у него там не сможет перемещать, ну, и, соответственно, он не сможет реализовать ничего. Выходим сюда. Да, здесь у нас что? Здесь у нас проходит разминка, заминка и различные специальные упражнения здесь выполняют спортсмены. Это, видимо, китайцы оставили. Китайская сборная. Вот там вот Impact Wall. Да, вот что это за стена, и что за цифрой, да, и, потому что нам было интересно. Значит, мы с вами берем... Берем мяч. Ну, вот этот, да, берем мяч. Окей, давайте. Прошу. Да, буду пробовать. В цифру 3. Опа. Ну, из различных положений. Можно справа, можно слева и так далее. И там типа так или как оно. Да, 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 да. Вот всевозможным образом. И это легкий шарик. Да, они у нас различных... 80 липс здесь. Различных весов здесь. Ну, всевозможные упражнения со снарядами в этой зоне осуществляются, со специальными снарядами, с отягощениями всевозможными, ну и так далее. Если вниз. Можно вниз, конечно. Просто вот так вот. Ну, можно снизу, там. Ага. Все. То есть, ну, в мишень. Потому что во время борьбы, во время работы в октагоне из различных положений, да, нужно включать необходимые мышцы спортспецифичные. Отдел физиотерапии здесь у нас. Здесь спортсмены получают первые сервисы по диагностике, спортивная медицина, физиотерапия, восстановление после тренировок, массаж и так далее. У нас есть разные диагностические приборы. Ну, например, Байдекс известен для диагностики нервно-мышечного аппарата, опорно-двигательного аппарата спортсменов. Там вот у нас есть такая чудесная специальная комната, где проводятся клинические исследования, диагностика на предмет выявления нарушений управлением, движением и так далее. То есть, после сотрясений, травм. Здесь мы осуществляем эту диагностику. Ну и здесь же, то есть, наш директор по физиотерапии, отдел физиотерапии, создает программы по предупреждению травм. Не только, вот, да, травму получил, давай мы тебя подлечим, нет. А как предупредить? А как вот спрогнозировать ее появление? Как создать условия, чтобы она больше не появлялась? И вот здесь, собственно, различные протоколы, собственно, вмешательства, интервенции осуществляются. Спортсмены приходят сюда, например, до тренировки, после тренировки, какие-то периоды подготовки записываются и получают от наших специалистов сервиса. Роман, вот теперь расскажите кратко про ваше образование. Откуда все эти знания? Вообще откуда я? Откуда все эти знания, откуда вы? С космоса. С космоса. С Марса, наверное. Ну, давайте так, родился я в славном городе, в очень древнем городе на Пусковской земле, в городе Великие Луки, родом я оттуда. Значит, я получил образование в Академии спорта, там закончил диссертацию, вернее, аспирантуру по специальности физиология. И в 2004 году я защитил диссертацию. После защиты работал в этой же сфере, то есть тоже занимались диагностикой, созданием научно-исследовательского института для спортсменов. И в 2007 году, как постдок, я уехал в Германию, потом вернулся и работал в последующие годы в Москве, в Российском государственном университете физической культуры, спорта, туризма и так далее. Я там был заведующим нервно-мышечной лабораторией и доцентом кафедры физиологии. Ну и в то время мы там осуществили несколько очень таких интересных, амбициозных проектов, создали мобильную лабораторию, стационарные лаборатории для диагностики и тестирования высококвалифицированных спортсменов. И все это продолжалось до момента, когда я уехал в 2011 году в США, в славный город Портланд, это штат Орегон. И вот с 2011 года я живу в США. Три года последующих я еще летал и жил в Финляндии, потому что у нас там была компания Omega Wave. То есть я там работал и здесь жил. Но потом окончательно, собственно, я уже здесь в США остался. И в 2000, когда, ну, почти полтора года назад, почти полтора года назад, в большой борьбе, в конкуренции я победил и получил должность директора по спортивной науке в UFC, обойдя всех своих соперников. Это очень круто. В тяжелом состязании. В очень тяжелом состязании, да, да. Ну, вот такая вот история. Очень, да, в Великих Луках я давно не был, очень хочу туда доехать и побывать на своей малой родине. Но в России мы устраиваем ивенты, и мы планируем больше и больше доставлять знания, раздавать информацию и делиться этим знанием и лучшими практиками с нашими коллегами в России. Так что я думаю, что и в ближайшее время в России увидимся. Это наша инновационная лаборатория. Уникальная и единственная в мире в сфере MMA и, я думаю, что единоборство вообще. Значит, что здесь у нас? Здесь мы осуществляем тестирование, диагностику энергетического метаболизма спортсменов. Мы, значит, просим их выполнить нагрузку, ну, например, на трендмиле или на эргометре, на белой эргометре. Или у нас есть еще есть ручной эргометр. Потому что ноги это, конечно, хорошо, но про руки мы не забываем, да? Руки нам тоже нужны, верхняя часть. Ну и, например, допустим, они выполняют бег. Я постепенно повышаю скорость и спортсмен бежит до упора. Он бежит до конца. Ровно до того момента, пока не наступит критическая фаза утомления. Пока он не скажет, все, я больше не могу и не нажмет кнопку стоп. Зачем это нужно? Ну, во-первых, мы хотим посмотреть максимальные возможности спортсмена. Во-вторых, мы хотим смотреть, как он платит за каждую ступеньку. За каждую, ну, например, вы бежите 9 километров в час. Идет оплата, да? Организм платит. Вы перешли на 10. Организм стал платить больше. Вы на 11. Ну, например, 100 долларов. Ваш организм платит за бег 11 километров в час. А мой организм платит за эти же километры. Ну, например, 80. Я плачу меньше, но бежим мы на той же самой скорости. Соответственно, я более эффективно расходую энергию. Правильно? Да, да. В бою, в бою то же самое. То есть, например, мы с вами, ну, примерно одинаковые, да, мы начинаем, входим с вами в октагон, начинаем с вами биться. Но в конце, там, давайте так, в конце второго раунда, ну, я же 80 плачу, а вы 100. И вы уже, и вам уже тяжело, а я еще вроде бы как-то и свежее. У нас еще было 5 раундов по 500 долларов у каждого. У меня осталось уже 300, а у вас 440. Вот все тестирование, которое мы здесь осуществляем, ту диагностику, которую мы делаем здесь, которая выглядит немножко так, да, из будущего, она направлена на то, чтобы понять, ну, первое, какие-то там лимитирующие потенциально факторы обнаружить, а второе, понять, а что мы можем улучшить, что мы можем довести до необходимого уровня, да, чтобы спортсмен бил все 5 раундов, и качество его боя было потрясающим, да, а не так, что в первом раунде, вот, и да, и да, и все, и там начинается уже там, да, что-то вот из другой истории. Вот, что мы делаем здесь? Мы маску одеваем на человека, человек бежит в маске специальной, и вот видите, там приборчик стоит, он называется газоанализатор. Снизу. Вот синенький такой, да, синий, давайте, давайте покажу. Металлайзер. То есть вот синий прибор, газоанализатор, видите, трубочки тут всякие. Ну, вот давайте вам покажу маску. Маска одевается, потому что у человека присоединяются вот эти чудесные трубочки, и спортсмен выполняет нагрузочное тестирование здесь, да? Можете, кстати, померить. Да, с удовольствием. Ну, и здесь трубка подключается сюда специально, и что мы делаем, производится забор и анализ газов, то есть как много кислорода вы потребляете, ну, потому что кислород это что? Это энергия. Это наша энергия, да. И как много мусора вы удаляете, да? Как много потребляете кислорода, чем больше, тем лучше. Например, высоко квалифицированные спортсмены, например, из велосипедного спорта, или бегу на длинные, сверхдлинные дистанции, у них просто предлыжники норвежские. У них очень высокие показатели. Мы все это дело здесь меряем. И что мы еще делаем? Когда спортсмен тестируется, он видит свои показатели в реальном режиме времени. То есть он не просто там, вот мы на него маску надели, он бежит и что-то, не знаю. Я не понимаю, что происходит. Мы объясняем, например, да, я не знаю, какой-то простой график. Это мое тестирование, видите, это я тут различными протоколами занимаюсь и так далее. Ну, например, кислород, видите, вот голубенькая линия, это кислород, а это углекислый газ. Ну, в обычном состоянии я потребляю больше кислорода и выделяю меньше углекислого газа. В обычном. Вот я стою, разговариваю или я... Это начало. До, да, наступает определенный момент, да, определенная точка перехода, например, ну, 13 километров в час или 14. Я бегу, и я уже не успеваю доставить моим мышцам нужное количество кислорода. Тоже, опять-таки, просто кислород. Это вот вы начали бежать? Да, я бегу. И вот точка, когда, получается, вы... Да. И вот как только я пересек эту точку, вот как только я захожу в очень некомфортную зону, в очень некомфортную, я начинаю чувствовать, что утомление накапливается. И, ну, здесь у меня такой специальный протокол. Выровнялось потом? Нет, это я просто сбавил скорость, снизил скорость, да, и бежал на таком режиме. То есть я практикую здесь, ну, различные варианты тестирования, точно понимая, на какой скорости я захожу в эту зону, сколько я могу там бежать, находиться, ну, или тренироваться, или там проводить бой. То есть сколько я могу, сколько мне нужно на восстановление, сколько раз я могу повторить то же самое, да? И спортсмен это тоже видит. Вы со всеми данными, со всей информацией отправляете в зал тренеру программу. Мгновенно. То есть вот тренер иногда прямо заходит сюда, он видит, и программа сразу же, ну, адаптируется, и, ну, соответственно, под вот эти показатели, да, под индивидуальные показатели. Фантастика просто какая-то. И, понимаете, то есть гадание вот это вот на кофейной гуще, оно сводится на нет, мы его убираем, и из неизвестного мы делаем известно. Ага, мы знаем, окей, как там ты тратишь энергию, да, как работает твой метаболизм, да, как ты восстанавливаешься, с какой скоростью ты восстанавливаешься. Соответственно, мы можем очень четко расписать. Это что за аппарат такой страшный, родильный какой-то? Это прибор, ну, технология, давайте так. Это технология для реабилитации и восстановления. Например, у вас травма. Да, ну, например, там, не дай бог, да. Колено или там голеностоп, не важно. И в обычных условиях на обычной дорожке вы нагрузку выполнять, к сожалению, не можете, потому что это спровоцирует что? Ну, да, то есть будет не очень вам и комфортно, и приятно, и вообще не нужно это делать. Вот мы вас тогда попросим вот прям туда залезть в эту, как вы его назвали, родильный аппарат, да? Значит, залезть туда. И что мы делаем? Вот вы сколько весите? 64-65, наверное. Ну, хорошо, вот 65 килограмм, да? И в обычный, вот здесь, когда вы будете выполнять нагрузку, ваш вес 65 килограмм, да? И нагрузка на мои сусалы? Совершенно точно, да. А там мы можем сделать, например, так, что вы будете весить. 20 килограмм. Ну, не там, такого уровня. Ну, например, 40. Окей. Да, и, соответственно, вы и нагрузку сможете выполнить. Да, не так, чтобы я не могу. И не ухудшать ситуацию. И, да, не провоцировать дальнейшее негативное развитие событий с вашей травмой. Регулируете высоту под человека по росту. Совершенно точно, да. Грубо говоря, это аналог просто для уже... Это анти... Как оно называется? Антигравитационная... Антигравитационная... Да, дорожка. Ну, и протоколы, естественно, мы верстаем там вот на экране, на большом. Не так давно был спортсмен, которого бы я точно отправил в сборную по легкой атлетике. Вот, потому что показатели... Да, вот, как раз по тестированию его на трендмиле, вот с газоанализом были совершенно невероятные. Ну, то есть для бойца MMA это выше, чем необходимо. То есть совершенно исключительные ребята. Пять раундов на одном дыхании. Абсолютно. Пять раундов на... Пару раз вдохнул, пару раз выдохнул. Это было пять раундов, да? Это наш внутренний дворик, да? А здесь мы просто что делаем? Мы открываем наши окна-двери, да? И спортсмены могут тренироваться на улице. Когда не жарко. Потому что июль, это, конечно, да, весьма жарко. Это Вегас. Ну и вот здесь, это такая вот моя любимая зона тоже. Дорожка. А, вот. Пятьдесят метров примерно она. Пятьдесят метров. И вот мои колодки стоят. Я когда в соревнованиях участвую по легкой атлетике, я до сих пор участвую в соревнованиях. Вот я здесь вот низкий старт отрабатываю. Ну это для ускорения линейных, так называемых, для наших ребят. Ну и здесь тоже тренировки вот проводятся по физподготовке с молотками и кувалдами в том числе. Двери, ворота открываются. Да, двери. Музыка. Да, совершенно точно. Ну здесь групповые занятия на улице. То есть можно проводить. Не только индивидуальные. То есть, например, с китайской олимпийской сборной. Роман, по поводу того, что действительно китайская сборная. Какие спортсмены имеют сюда право попадать? То есть здесь бывают же спортсмены, например, Беллатр. Правильно? Тренируются? Не тренируются, но я видел, по крайней мере, явно они здесь бывают. Для спортсменов UFC, как я уже говорил, мы предоставляем доступ к нашим сервисам совершенно бесплатно. Для спортсменов других условия другие. То есть условия другие, мы рассматриваем каждый случай индивидуально. Я не могу вам дать какой-то условный прайс-лист или сказать, вот, если вы не спортсмен UFC, то нет. То есть по запросу. От вас поступает запрос, мы его рассматриваем, какие-то сервисы вам требуются, необходима ли вам, например, вся диагностика, которую мы здесь осуществляем. Или, может быть, вы просто, не знаю, хотите получить опыт на нашем втором этаже, в октагоне, спарринговаться с другим спортсменом. Это другая история. Или, может быть, вы хотите нашу физиотерапию только. То есть каждый случай индивидуален и по запросу. То есть если поступает запрос, мы его рассматриваем. Возможность, в принципе, есть для спортсменов, каких-то, можно сказать, других направлений даже. То есть как бы здесь тренировалась китайская сборная по гребле? По академической гребле, по гребле на байдарках и каное. Да. То есть это не обязательно боевые, получается, направления? Это должны быть высоко квалифицированные спортсмены. То есть это не зал для доступа. Вот это я хочу, типа, донести. Нет, нет. То есть обычный человек, условно, с улицы сюда доступ. Даже с большими деньгами, ребят. Это просто для профессиональных спортсменов, для топ-профессиональных спортсменов. Да, да, да. И, ну, например, элитного уровня, высоко квалифицированные боксеры у нас иногда бывают. То есть, да, не ММА, бокс. У нас там ринг, кстати говоря, есть. На втором этаже я покажу. Ребят, для всех, кто здесь тренируется, уже в этом зале, кто получил доступ в зал, есть возможность здесь взять воду, пить. То есть, как бы, это на самом деле очень правильно и очень удобно. То есть спортсмену не обязательно надо из дома нести или думать, или он забыл, или вода закончилась. Это очень круто. Тут есть еще Body Armor водичка. Есть, совершенно точно. Я хотел вас спросить, как у специалиста, например, Монстр, насколько он вреден? Сразу, сразу вреден. Я вчера взял в руки бутылку Кока-Колы. Окей. На бензоколонке. Бензоправка. Бензоколонка, что по-русски. И смотрю. О, оригинальный рецепт. Ну, дай посмотрю, сколько там сахара. Там 60, по-моему, 4 грамма было на одну бутылку. 64 грамма. Ну, то есть много, мало. 64. Много. Это много. Это много, очень много. Теперь мы берем, вот я иду в некий магазин, условный, не буду называть, и там стоит огромное количество витаминов. И доступ к этим витаминам имеет обычный человек, который пришел в магазин. И вот я беру, например, баночку одну с витамином. И смотрю, и там 86 тысяч процентов от суточной нормы потребления. В связи с этим у меня возникает такой вопрос. А зачем? Вот обычному человеку, например, который не выполняет такой объем нагрузок, как топовые спортсмены, зачем ему такое количество вот этих чудесных вроде бы витаминов или такое количество сахара в одной бутылке? То есть вопрос на самом деле достаточно простой. Обычному человеку это не нужно. Другое дело, когда мы переходим с категории обычных людей к спортсменам, которые тренируются два раза в день, шесть дней в неделю. Их запрос, ну, соответственно, выше намного, потому что они тратят намного больше энергии. Да, они там потеют, у них там много чего, там всяких солей там выходит и так далее. Ну, соответственно, наша задача здесь, здесь, в CPI, измерить вот этот запрос и в соответствии с этим запросом доставить в организм спортсмена ровно то количество, которое необходимо. А не так, что на тебе 86 тысяч процентов сегодня. Или вот тебе там 64 грамма сахара. А зачем человеку вот такое количество? Поэтому мой ответ по поводу монстра, ну, он достаточно такой вот простой будет. Соответственно, и с вашим запросом энергетическим. Одну баночку, ребята, можно выпить в неделю. Это наш зал славы, да? Да, зал славы. Hall of Fame. Сколько здесь уже человек находится? Хороший вопрос. Раз, два, три. Их становится больше. Шесть, семь, восемь, девять, девять. Так, здесь у нас десять, одиннадцать. И тут у нас, и тут у нас шесть, восемь, девятнадцать человек. Да, девятнадцать человек. Девятнадцать человек находится. Так, а Майкл Биспинг должен уже быть здесь. Наверное, еще картинку. Скоро, еще не сделали. Скоро, скоро. Итак, это второй этаж. И здесь уже больше и больше и больше об ММА. Здесь наш октагон полноразмерный. Октагон. И вот вокруг, видите, много разных видеокамер. То есть мы проводим анализ того, что происходит внутри октагона. Я вам покажу обязательно, как этот анализ осуществляется. Это зона ударной подготовки и зона грэпплинг, борьба, слева, да? Да, да, да. Да, то есть вот три зоны подразделено. Октагон, ударка и борьба. Так точно. И ринг. Да, ринг. Вот то измеряют силу удара, правильно? Да. Ну, можно выполнять разные движения. То есть удары руками, удары ногами из разных положений. Сила удара измеряется в таких неких единицах. Не в килограммах. Не в килограммах. Все просто видят и такие, это же так много. Да. Это Франклины. Это Франклин. Там длинная формула. Но можно так, как сориентироваться. Есть рекорд. Да. Франсис Ногану. Сколько он выглядит? 129 тысяч. Вот берем это за 100%. 129 тысяч. Да, и приближаемся. Это 49 сейчас было так вот пальчиками. Я не Франсис Ноган. 34. А он сколько скажешь? 129 тысяч. Франклинов. Франклинов. Короче, голова просто в кашу. Да. Жесть. 35 тысяч. А потом люди удивляются, почему-то мы где-то зацепил и кто-то упал. И в этом, ну, я бить не буду, потому что без подготовки, без винтов я не хочу, да, никаких травм в себе, да, получить. Ну, вот. Ну, тоже неплохая цифра. Жутко. 34. Нормально. Хорошо. Прикольные, веселые штучки. Сможем прийти в октагон и посмотреть фильм. А вот здесь не про фильмы. Здесь все намного интересней. Вот это большой-большой тачскрин. Тачскрин. То есть, ну вот, мы видим, Алексей зашел. Ну, Алексей, теперь вот мы хотим увидеть очень красивую комбинацию. Вот, ну, примерно вот, вот, по вашу правую ногу. High kick. Вот мы хотим. High kick в эту сторону. Хотим, да. Вот. То есть, амплитуда, да, была повыше. Вот. Ну, то есть, на этом тачскрин мы записываем, анализируем технико-тактические действия бойца внутри октагона. Ну, и, соответственно, у нас здесь есть три камеры. То есть, с трех разных, да, положений. То есть, можем, например, приблизить. Да. Можем сказать. Так, ну, например, так, ага. Вот. Левая нога, да, правая рука. Ну, вот, обращаем внимание. Да? Ну, то есть, занимаемся таким вот анализом. Анализом, да? Вот. Ну, и сейчас все пишется. Пишется. То есть, что мы делаем? Мы, например, отматываем назад, создаем точку отсчета, затем проматываем вперед, да, создаем клип, клип записываем сюда. Ну, и потом сохраняем его для дальнейшего анализа. То есть, очень просто, очень, на самом деле, быстро можем анализировать какие-то уже состоявшиеся бои. Да? Ну, например, вот данный бой. Вау. Иду к вам. Ну, и опять-таки. То есть, прокручиваем вперед, да? Ну, где-то там остановили. Давайте, вот, обратим внимание. На левую ногу, на правую руку. Давайте, вот, посмотрим, куда она, извиняюсь, куда она пойдет, там, условно, и так далее. А, он возьмет и сюда. Слушайте, ну, это вообще фантастика, конечно. И вы вот так вот изучаете на движении. То есть, когда боец приезжает на fight week, он имеет возможность опять так же самое, например, взять какого-то там соперника своего. Они станут, разберут. Да, конечно. И здесь отрабатывают. Да, 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 абсолютно. Идем дальше. В комнату за стеклом. В комнату за стеклом. Мы называем эту комнату за стеклом очень просто. Это аудиториум. Здесь мы проводим что? Вот если я, опять-таки, пару волшебных кнопочек нажму здесь. Здесь мы проводим семинары, конференции, обучение, специалистов. Здесь мы, ну, например, с китайской сборной каждый день проводили встречи с тренерами. Демонстрировали им данные и результаты, которые их спортсменов в этой комнате. То есть проходим через каждого спортсмена, по каждому спортсмену отдельные кейсы. Смотрим их состояние готовности, да, их подготовленность. И, соответственно, принимаем решения. Этого с тренерами? Да. Вот здесь тоже, каждый день. То есть мы не только со спортсменами работаем, работаем также с их тренерами. Потому что, ну, если они в нашей эко-системе, да, то, соответственно, польза всем. Чтобы не получилось так, что мы вроде бы делаем с одной стороны одно, а они с другой стороны другое. Не очень эффективно получится. И это не получится в конечном итоге. Да, да, да. Вот поэтому мы, ну, вот сейчас в Санкт-Петербурге мы организовываем, UCPI организовывает саммит для специалистов, профессионалов, работающих в ММА. То есть ровно с этой целью. Русскоязычных, русскоговорящих. Да, русскоговорящих. Когда? Это будет 16 апреля. 16 апреля. Да, в Санкт-Петербурге. 20 числа у нас ивент, второй в России, в Санкт-Петербурге. Да, и вот во вторник на этой вот неделе. не только для специалистов из UFC, нет, специалистов, врачей, тренеры, профессура, там, из университетов физкультурных, да, там, кафедры существуют борьбы. Ну, то есть вот спектр из других лиг, пожалуйста. Ребят, 16 апреля? 16 апреля. В Санкт-Петербурге пройдет саммит. UFC Performance Institute. UFC Performance Institute. А это комнатки какие-то там? Для переводчиков. Мы же очень международные и глобальные, и у нас спортсмены и отовсюду практически, с дальних уголков мира. И, соответственно, мы, ну, пытаемся… То есть это когда все строились, даже продумали вот эти вот залы для переводчиков. Ну, все настолько продумано. Да, 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 очень продумано. Это офисы наших VP, то есть офис Forrest Griffin, да, офис VP по performance, по подготовленности. Для русскоговорящих VP. VP – это вице-президент. Вице-президент. Да, вице-президент. Да, вице-президент. Я вам покажу. Это буквально вот мы открылись там пару-тройку недель назад. Это наш, мы его называем бункер. Вот, я туда не могу вас как бы провести прям совсем-совсем внутрь, но вот здесь мы сможем пройти. Здесь сотрудники, да, наши. А здесь, ну, там, где мы обсуждаем вопросы. Не то чтобы конференц-комната, но вот что-то подобное. Здесь мы встречи проводим, дебаты осуществляем и так далее. Собственно, здесь мы встречаемся, общаемся. Сотрудники, там, встречи по понедельникам, планирование, летучки, обсуждение большого количества разных вопросов. Ну, все вместе, вся команда, то есть командная работа. Ну, а здесь у нас сотрудники размещаются, офисные места сотрудников. Так, здесь комната, мы ее называем, официальное у нее название Media Holding Room, то есть комната для прессы. Но это не только для прессы, здесь, ну, такой чил-ау. Чил. Да, да, да. Тейбл теннис. Тейбл теннис. Это потому что, ну, к нам приезжало три команды из Китая. Ну, и кто же не знает, насколько хороши китайские сборные в пинг-понге, ну, или в настольном теннисе. И вот мы устраиваем турниры с ними. То есть UCPI команда против китайской сборной. Как успехи? Мы выиграли один раз, два раза проиграли. Но с ними очень сложно соревноваться, там очень, так вот, хорошие, хорошие навыки. Ну, окей, так, we are all human beings fighting things. Да. Это Дэйна Уайт сказал, да. Видите, там медали золотые. Их отсюда не видно. Вот отсюда медали золотые. Раз, два, три, четыре. Еще пятое там есть. Это я в легкой атлетике. То есть UFC соревнуются. Здесь уже, ну, это вот, недель назад. Я видел. То есть UFC соревнуются с другими компаниями, корпорациями. Ну, сотрудники UFC, не бойцы, а сотрудники. На соревнованиях, где порядка, там, я не помню точно, количество уже 30-50 разных компаний штата Невада. И вот мы два месяца соревнуемся. Золото. Золото. Сильно. Но я бы сказал, что собственным примером. Ну, а как со спортсменами разговаривать, не показывая собственный пример? Сто процентов. Да. Ну, это наш бар. Да. Здесь тоже, опять-таки, спортсмены могут получать сервисы от наших специалистов. Не так, что просто там взял, что захотел. Но можно и этот. То есть не запрещается, да. Тут сеть девочки, да? Барбариста. Бармен. Да. Или как это происходит? Да. Ну, наши специалисты по питанию здесь стоят. Ну, и перед тренировкой, после тренировки они сделают вам protein shake, который вам подходит. Вот, опять-таки, спортсмены индивидуально могут заказать себе, например, на ужин. Да? Здесь в нашем кафе. У нас есть кафетерий. И просто вот они приходят на обед, кушают здесь и забирают с собой. И вечером ужинают. Тоже дома. Вот то, что им приготовлено. Свежее, вкусное, суперорганичное. Суперхелсый. Суперхелсый. Официально 6 дней в неделю. Официально. Включая субботу. Но если, например, бои будут проводиться здесь, в Лас-Вегасе, да, то мы работаем и по вечерам, и до глубокой ночи иногда. И в воскресенье тоже. То есть в зависимости, опять-таки, от запроса. Получается, я так понял, что когда здесь проходит, например, UFC именно проходит в Вегасе, то спортсмены приезжают сюда, большинство, и здесь заканчивают, там, можно сказать, лагерь свой, да, правильно? Да, да, да. Ну, то есть у нас есть fight week, понятие, да? Да, да, да. Fight week. Ну, на fight week многие спортсмены, да, приезжают сюда, здесь вот эту вот неделю проводят, либо, то есть спарринкуются по вечерам у нас здесь наверху, либо используют наши другие сервисы. И сейчас мы с вами заходим в зону, которую мы называем зона восстановления. Самое интересное. Банно-ванные процедуры. То есть, ну, recovery zone, да, мы ее называем. Здесь что у нас здесь есть? Ну, вот есть чудо-технология Cryo, которую мы называем. Что здесь происходит? То есть, если вы зайдете внутрь, да, внутрь, я тут парочку кнопочек нажму, и температура опустится до минус 320 градусов по Фаренгейту. Это порядка 200, по-моему, да, градусов у нас, ну, переведете. Да, да, да. Вот, минус 320 по Фаренгейту, 3 минуты вы там находитесь, и вот потом чувствуете себя очень бодрым, свежим и восстановленным. Что это дает вот именно, когда вот такая температура? Ну, это то же самое, как, например, инфра-красная, то есть, лазер мы его называем, инфра-красная терапия. То же самое, как, не знаю, наши там сауны, steamer, room и так далее. То есть, вот эти технологии, они направлены на то, чтобы помочь вашему организму максимально быстро и качественно восстановиться после тренировок. Ну, в данном случае, вот я вам покажу дальше, у нас есть hot-tap, да, горячая и холодная. Два. Горячая и холодная. Вот вы, когда разогрелись, да, ну, не знаю, как в русской бане, например, потом в прорубь, да, ну, вот здесь тоже близко к тому, что у нас. То есть, вы из горячего в холодное, из горячего в холодное контрастные процедуры водные выполняете, ну, и, соответственно, организму это очень сильно помогает. И, ну, это вот у нас hot-tap, cold-tap, да, горячий-холодный. Контраст. Горячий-холодный. Да, горячий-холодный. Идёмся. Это водный treadmill, водный treadmill. То есть, да, тоже направлен на восстановление, сопротивление какое-то турбины производят. И, собственно, ну, вот такая дорожка, она опускается, да, скорость задаётся, ну, и информация там вот отображается на экране. Подводные камеры стоят. Ну, и мы сейчас с вами зайдём вообще в святая святых. Вот это самое интересное. Вот святая святых, откуда это анализ, анализ, анализ всего. Вот. То есть здесь что мы делаем? Я здесь провожу консультации со спортсменами. Первое. Вы спортсмен, вы приходите первый раз и хотите понять, что здесь происходит, какие сервисы вы получаете. Ну, и я провожу такую вводную, не то чтобы лекцию, а такой разговор, да, о нашем подходе. Вот почему мы это тестируем, почему то тестируем, вообще зачем это нужно, да. И потом я подключаю спортсмена к нашей программе удалённого мониторинга, ну, или дистанционного мониторинга. Вот, собственно, здесь это осуществляется. Реально сейчас это. Вы предлагаете две таблетки какие-то. Да. Голубую и красную. И сейчас так прям подходит. Я им объясню. Ну, хорошо, вот ты здесь. Что возьмёшь ты, Нео? я им объясняю ну хорошо вот и здесь ну вот и здесь да это твоя цель это твой профиль там через некоторое время которому ты стремишься а это ты в начале там 10 лет назад наша задача понять где ты сейчас с точки зрения качеств физических уровней различной подготовки и затем найти а что же будет двигать тебе вперед а что же будет оттаскивать тебя назад ну например там тренировочная нагрузка положительный до вклад или там такое питание ты будешь двигаться вперед ты будешь формировать вот эти вот адаптации которые позволят тебе достичь максимального уровня подготовленности но если ты например вместо того чтобы спать пять часов в фейсбуке да то с одной стороны потренировался и уж ожидаешь положительный ответ от организма ну с другой стороны ты не даешь ему восстановиться потому что мы пять часов в фейсбуке или там в инстаграме или в твиттере мозг занят мозг работает и не высыпаешься и это тебя потащит назад потому что на следующий день ты придешь недовосстановленный качество тренировки будет хуже вероятность получения травм выше или вообще риски возрастают получить негативный эффект от тренировки ну и в итоге вот казалось бы такую початюсь немножко ну и мы так вот общаемся со спортсменами раз и три результата что я должен сделать двигаться быстрее на той же скорости или медленнее я имею ввиду с точки зрения нагрузки больше столько же меньше вот у меня в плане стоит сегодня пять раундов с максимальным объемом с максимальной интенсивностью теперь у меня вопрос вот я утром встал а готов я сегодня к пяти раундам то есть вот сегодня там не завтра не вчера а вот сегодня что если организм недовосстановился и готовность она ну 70 процентов соответственно качество ну падает да то есть я не на сто процентов смогу выполнить более того я подвергу риску те системы которые недовосстановились да то есть недовосстановились вот мониторинг вот этого наши UFC спортсмены осуществляют ежедневно находясь где угодно в Австралии в Новой Зеландии в США в России там в Европе где угодно и все данные стекаются ко мне мгновенно если я вижу красный флаг сегодня там состояние неготовности да и вот риски какие-то могут возникнуть то я пишу звоню начинаем разговаривать как оптимизировать нагрузку наш отдел по физподготовке подключаются и так далее то есть нам нужно вместе с тренером или спортсменом оптимизировать подготовку так чтобы человек вышел из этой красной или желтой зоны и опять зашел в зеленую зону прям как кредит скор совершенно точно сколько он здесь проходил вообще как бы ну подготовку вот перед своим можно сказать чемпионским боем с Димитриусом Джонсоном да значит мы провели изначальную его диагностику ну тестирование здесь сделали да подключили его так сказать к нашим к нашей системе к нашим сервисам и он не проходил сборы непосредственно здесь то есть он тренировался в аризоне там где он живет вот там где он живет и но с ним работал работали разные специалисты да то есть наша задача была в том чтобы мониторить его состояние каждый день да и помогать тренерскому штабу принимать правильные решения по нагрузке то есть все восемь недель практически каждый день то есть там более 40 измерений у меня есть генри он применял технологию которую он показывал да но все смотрел состояние готовности его тренерский штаб ждал внутренних измерений да от генри и происходила рассылка как только зеленый окна открыты давайте работаем смотрите видите это кг-шка кг-шка электрокардиограмма до электрокардиограмма один канал то есть один ремешок что происходит утром спортсмен берет ремешок вот этот ремешок одевает его подключает вот этот вот датчик сюда и это портативное кг-устройство на самом деле это не пульсометр да вот который пульсометры в пульс мире это не это мы увидим и когда сигнал вот такой со всеми зубцами питью аресте и так далее это было просто огромная сумасшедшая экскурсия по и все институту огромное спасибо тебе роман за эту экскурсию и ребят обязательно посмотрите все видео от начала до конца роман спасибо еще раз огромное до скорой встречи думаю еще сюда придем неоднократно и возможно я стану бойцами и все и роман мне напишет план программу и изучит меня и скажет что у меня не так работает и я стану очень здоровым человеком на самом деле программа сумасшедшая очень все интересно для себя взял очень много интересной информации я думаю так же самое и вы возьмете для себя просто ну объем просто колоссальный объем очень интересной информации все спасибо спасибо это было тоже очень интересно и занимайтесь и мы мы правильно и будьте здоровы есть